Приветствую вас. Если честно, знаете, мне кажется, что вопрос поставлен некорректно, потому что, когда вы говорите плохо, да, это подразумевает какое-то оценочное осуждение относительно того, что вы говорите. Но, на самом деле, оценочное осуждение это не более чем субъективное восприятие того или иного явления, вот. Поэтому мне представляется так, что ориентироваться вам здесь нужно не на то, что хорошо и плохо. Ориентироваться вам здесь нужно исключительно на то, что нравится или наоборот не нравится вам то, что хочется и то, что наоборот не хочется вам. Вот. Это куда более продуктивный момент. А если, как правильно сказала моя коллега, вам нравится то, что происходит, в том смысле, что вас устраивает, что вы в интернете более активны, более общительны, а в, ну, в реальности вы менее общительны, вот. Если это соответствует вашим целям, хотя бы на текущий момент, то формально менять, конечно, ничего не нужно. Вот. Но, если это вас не устраивает, если есть какая-то неудовлетворенность, если вы чувствуете, что не получаете того, что хотите, а самое главное, если вам самой от этого дискомфортно, то в этом случае можно говорить о том, что, да, это не плохо, это не плохо, а это именно для вас, для вас это именно деструктивно. И, соответственно, в таком случае, в таком случае, ну, действительно нужно что-то менять, в таком случае нужно действительно вам работать. Что касается каких-то таких общих аспектов, да, то, ну, скажем так, более полезно, более полезно для вас было бы, если бы вы вживую были бы общительны, да, если бы вы вживую общались хорошо, а в интернете как раз таки не очень, потому что интернет, как форма общения, да, она, ну, она используется как промежуточного, то есть любое общение, любое общение, каким бы оно ни было, ну, рано или поздно все равно придет в живую, да, то есть любое интернет-общение либо выливается в живое общение, да, либо никуда не идет. Вот, поэтому для вас было бы лучше, конечно, если бы вы были более общительны в реальной жизни, вот. Здесь у нас, как правило, мешают страхи, здесь у нас, как правило, мешают стеснительно, здесь у нас, как правило, нам не позволяют себя вести как-то иначе, какие-то представления не совсем корректные, не совсем адекватные, не совсем реалистичные, скажем так. Вот, если это действительно у вас все есть, то это нужно, от этого нужно избавляться, да. Но избавляться даже, наверное, не совсем правильное слово, да, именно избавляться, не совсем правильное слово. Правильным словом, наверное, было бы раскрывать. То есть нужно раскрыть то, что вот, ну, то, что с вами происходит. Нужно раскрыть те моменты, которые с вами происходят. Да-да, то есть скромно, а почему? Да, вы чего-то боитесь, а что за этим стоит? Понимаете, то есть тут вот такой момент, такая деталь. Вот, и для того, чтобы общаться, да, нужно иметь определенные навыки общения. Определенный, определенный способ, репрезентации себя, как я это называю, да, то есть вот, как вы, ну, условно говоря, да, представляете себя, ну, другим людям. Да, то есть, что люди о вас думают, к примеру. То есть это всё такой, достаточно важный, важный момент. И именно на эти моменты, вот, на моменты внутренних блоков, которые у вас имеются, и на моменты навыков общения, которых у вас, может быть, нет. И нужно, в первую очередь обратить внимание. И уже потом, уже потом, да, решать, насколько вам вредно, не вредно, насколько вы хотите, не хотите, да. То есть, если вы, к примеру, там, допустим, сознательно, да, делаете выбор в пользу интернет-общения, потому что у вас какие-то свои принципы и так далее. Это одно. Вот, ну, идеологически, да. Если вы это делаете от безысходности, потому что у вас есть страхи, это другое. Но, к примеру, отказываясь от живого общения, вам нужно понимать, от чего вы отказываетесь. Вот, отказываясь от живого общения, вам нужно понимать, от чего вы лишаетесь. Решаетесь вы ярких, сильных эмоций, чувств и так далее. Вот. В этом нужно отдавать себе от шест. В этом нужно отдавать себе от шест. И если вы в этих эмоциях действительно не нуждаетесь, если вы, вот, можете, положая руку на торт, то честно сказать, что нет, я не нуждаюсь в этих эмоциях. Ну, в таком случае, да, да, это хорошо. Ну, то есть, для опыта хорошо. Но, если есть хоть капля сомнений, да, то вам это уже не подходит. То есть, для вас это уже скорее вред, чем польза. Вот, заметьте, не плохо, да, потому что это оценка, а именно вред. То есть, понятие вреда и пользы не имеет ничего общего с оценочными суждениями. Абсолютно ничего общего не имеет. Это два разных вообще полюса. Вот. Надеюсь, вы этот момент для себя, значит, ну, четко, четко выделите. Вот. И не будете, как бы, замещать, замещать одно другим. Вот. Потому что, ну, ну, потому что вещи объективно, вещи разные. Объективно. Вот. Вот это, в принципе, то, что я могу вам сказать, да, то есть, вы достаточно, достаточно мало дали информации о себе, вот. И, возможно, ваш вопрос связан с каким-то другим контекстом, да, ну, не с тем контекстом, который вы здесь и сейчас описываете. Но, тем не менее, тем не менее. Вот это, так, смотрите уже, сами исследуйте, сами исследуйте и подумайте, что вам нужно в себе менять, что вы хотите в себе менять, хотите ли менять. И если хотите, то будем с вами работать в этом направлении. Ну, не обязательно мы с вами. Я имею в виду, будете работать вы с тем, кого выберете себе в консультанта. Вот, психологически. Ну, просто там психолог. Вот. Аммм. На этом, в принципе, наверное, всё. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделать его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо. Спасибо.